Доброе оранжевое утро, дорогие друзья! Здравствуйте! Накануне Дня Театра сегодня будем разговаривать о театре, об искусстве, о творчестве и музыке. В студии сегодня... Евгений Чурилин и Алена Чурилина у нас в гостях... Алексей Золотовицкий и Юлия Чурилова. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Ну, что я могу вам сказать? С наступающим вас Международным Днём Театра! Это, во-первых, и в главных, а, во-вторых, у меня вопрос, как организовался, создался вас творческий тандем? Алексей Золотовицкий – режиссер, актер театра и кино. Солист группы «Файр Грени». С 2014 года служит в Московском театре имени Владимира Маяковского. Где вы нашли друг друга? Как вы познакомились? На сайте знакомств, конечно. Творческих знакомств. Да, именно так возникают репертуары в театрах, творческие планы те самые. Да, выставляем фотки друг друга, выбирает директор, выбирает режиссера по фоткам на пляже. Ладно, если серьезно... Серьезно, да, просто я начинаю верить. Она наивная. Если серьезно, то, ну, Юля мне написала, предложила постановку, мы обсудили какие-то планы, что нужно театру, и вот так возникло название Ромео Джульетта Ульяма, нашего любимого Шекспира. Шекспира, да. А что нужно было Юлии, а что будет делать Алексей? Юлия Чурилова – директор молодежного драматического театра «Первый театр». Кроме этого, продюсер и режиссер масштабных мероприятий Новосибирска и Новосибирской области. Алексей – режиссер, который работает в разных театрах в Москве и в других городах России. Вот я посмотрела некоторые спектакли Алексея и подумала, о, было бы здорово поработать вместе, сделать что-то в «Первом театре». И, как вы знаете, возможно, в «Первом театре» в основном идет современная драматургия или какие-то экспериментальные вещи, которые мы сами придумываем и сочиняем, и текст тоже. Юлия, вопрос. А когда Алексей будет заниматься постановкой, там будет какой-то вокал? Потому что, насколько я знаю, Алексей – музыкант. Фронтмен группы «Файр Грэйни». Yes. А слушайте, давайте начнем утро с музыки, почему бы и нет. Алексей, я попрошу вас, у нас сегодня есть наш импровизированный рояль в виде синтезатора. Сыграйте нам что-нибудь. С удовольствием. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok «Файр Грэйни» Субтитры делал DimaTorzok «Файр Грэйни» «Файр Грэйни» Субтитры делал DimaTorzok «Файр Грэйни» «Файр Грэйни» «Файр Грэйни» «Файр Грэйни» Нормально. Хорошо, ну, как я понимаю, это же будет, ну, насколько я знаю, да, есть такое понятие режиссерская мысль, я режиссер, я так вижу. Да, будут какие-нибудь режиссерские ходы. Какие ходы будут использованы? Ой, ну, сложно сказать, потому что ты же когда работаешь, ты же думаешь, я использую здесь режиссерский ход. Ну, просто работаешь с актером, ну, главное историю рассказать и придумать, потому что Ромео и Джульетту ставят каждый год по всему миру во многих театрах. И важно рассказать ее, ну... Каждый раз по-новому? Ну, нет, не то, что каждый раз по-новому, но, как говорил Петр Новымович Фоменко, великий режиссер, в театре было все, кроме вас. И вот мы, поэтому, актеры Первого театра, еще не рассказывали историю Ромео и Джульетты, и вот мы с актерами Первого театра именно как-то это пытаемся воплотить. Прослушав вашу композицию, ну, ваше исполнение, и тут у меня закралась мысль, вопрос. Музыкант ли вы, режиссер ли вы, актер ли вы? Ваши таланты многогранны. Кто вы, к кому вы себя, к какому роду деятельности вы себя относите? Все понемножку вместе дает неповторимый творческий коктейль. Вот как. Творческий коктейль, вот что самое главное. Называйте меня так всегда. Творческий коктейль. Хорошее название, кстати, на самом деле. Ладно, тем не менее. Как в вашей жизни появилась музыка? С рождения, фу, с рождения, нет, слава богу, не с рождения. Ну, отдали в детстве музыкальную школу, плакал, играл глинку, не хотел ходить в музыкальную школу, и вот во что это вылилось. А театр как появился в вашей жизни? Ну, я из театральной семьи. Примерно так же. Да, примерно так. А театр с рождения, собственно, как появился, так сразу и начал. У меня родители актеры, и поэтому у меня не было выбора. Как у моего брата. Как у наших детей. Как у брата моего брата, да? Как у детей, да, и брата моего брата. То есть у вас была династия, да? Пока да. Почему пока? Ну, кто знает, что там наши предки будут делать. Понятно. Хорошо, есть еще один очень интересный вопрос, но, наверное... Но мы его оставим в следующей части. Да, мы оставим его в следующей части, друзья, попробуем разобраться, почему именно Ромео и Джульетта, и насколько это смелый шаг. А сейчас впереди вас ожидает... Будем петь? Будем петь? Конечно будем. Обязательно будем петь. Сейчас небольшой информационный блок, после которого мы вернемся в студию и продолжим нашу замечательную беседу. Не переключайтесь. Всем доброе утро, друзья, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. В канун Международного дня театра мы разговариваем, как ни странно, о театре, о творчестве, об искусстве... И немного о музыке. ...проявлении. У нас сегодня в студии Алексей Золотовицкий и Юлия Чурила. Продолжаем. Продолжим, да. У меня был, на самом деле, такой очень хороший вопрос, и я сейчас его, пожалуй, задам. Ромео и Джульетта. Один из самых известнейших, вот вообще, в принципе, романов и постановок. Все это везде было по 500 тысяч раз. Почему именно Ромео и Джульетта? Вот как вы договорились? Ведь сложно оставить спектакль, который уже на подмостках театра... Или Алексей предложил, сказал, ничего не знаю. Я только Ромео и Джульетту буду ставить своим. И сложно, и интересно. В репертуаре первого театра очень много спектаклей по современным пьесам. И было интересно как раз взяться за то, что все знают, не нужно объяснять это название. Но мы сами задаем себе этот вопрос. Зачем мы делаем Ромео и Джульетту? Ну, потому что нам интересно делать разный театр и по разным пьесам, и без пьес. Вот, хотим попробовать Шацпире. А как трупа реагирует на приезжего режиссера? Режиссера-гостя. Вы знакомы ли? Да, мы много работаем с разными режиссерами. Приезжими и неприезжими. И Павел Валентинович Южаков, худрук первого театра, регулярно делает спектакли. И новые режиссеры появляются, и художники. Это, в общем, такая типичная практика, наверное. Познакомились. Как вы, понравились друг другу? С актерами первого театра? Кажись, понравились. Да нет, все, ну, все отлично, и как раз очень нравится ездить и опыт друг у друга перенимать. Я учусь у артистов, артисты, может быть, чему-нибудь научатся в нашей работе тоже. Впервые ли вы ставите что-то в Новосибирске? В Новосибирске, да, первый раз приехал. Чем-то отличается вообще уровень работы, возможно, с труппой? Или, может быть, зритель отличается в Новосибирске? Ну, вообще, как сказать, отличается тем, что Новосибирск супертеатральный город. Я походил тут и по театрам, и на спектакле первого театра тоже ходил. И, конечно, очень труппо натренированно. Ну, то есть ты предлагаешь, они делают все очень... Странно, да? Но не всегда такого. А что? А почему? Нету такого. Все сразу. А еще Новосибирск очень творческий город и любит вообще искусство, поэтому я предлагаю вас еще раз порадовать своим музыкальным видом творчества гостей и жителей нашего города. Просим, да, пройти к нашему импровизированному роялю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok